Всем привет! В этом видео я буду делать настойку на клубнике. Клубничный сезон подошел к концу. Я собрал клубнику, уже последний урожай. Крупная пошла на компот, на варенье. Мелкая клубника уже пойдет на настойку. Что нам для этого нужно будет? Собрать клубнику, естественно, забрать у нее ножки, обобрать, помыть. И подготовить уже к заливанию спиртом. Спирт я подготовил в свой домашний самогон, 45 градусов, чистейший, очень чистый, вкусный самогончик. Пропорция идет килограмм клубники, литр самогона и 300 грамм сахара. Но я сделал сразу уже 3 килограмма, обобрал клубники. А, еще первым делом нужно убрать не только зеленые ножки, но еще нужно убрать огневые и помятые плоды. Так как они уже будут испорчены и испорчат в дальнейшем настойку. Я это уже сразу сделал, чтобы не затягивать время. Значит, что нам. Здесь 10-литровый баллон, 3 килограмма уже подготовленной клубники. Примерно 300 грамм на килограмм сахара. Но я возьму на глаз килограмм сахара, высыплю на 3 килограмма. И залью уже подготовленной 45% самогоном. Самогон какой есть, он настойенный на персиках. Очень вкусно пахнущий. Будем заливать. Итак, клубника уже в банке. Засыпали 3 килограмма. Засыпали клубники. Теперь продолжаем засыпать сахаром на 1 килограмм клубники. Получается 35-333 грамма сахара. Кто-то любит более сладкий напиток. Кто-то наоборот, чтобы был не сладкий. Это уже каждому на вкус. Но лучше сахар насыпать меньше, чтобы впоследствии его можно будет добавить. Но если вы сделаете сахар больше, допустим, насыпать 500 грамм на литр, то есть 500 грамм на сахар, на 1 килограмм клубники, то, когда получится напиток слишком сладкий, то уже сахар назад не вернешь. А разбавленный продукт уже будет не так вкусный, как неразбавленный. Итак, сахар мы высыпали. Теперь высыпаем, выливаем 3 литра самогона. 45 градусов, двойная перегонка, никакого севушного запаха, очень приятный персиковый запах. Ну и, конечно, когда пьешь, послевкусие дает персиковое. Ну, заливаем его сюда 3 литра. Закрываем крышкой. И еще немаловажный момент. Нужно будет постоянно помешивать, чтобы сахар полностью растворился. Теперь нужно будет эту банку поставить в темное место на 45 суток. Я его поставлю сейчас в темное место, плюс еще накрою вот так пакетом. И немаловажно, нужно будет каждые 2 дня приходить и помешивать банку, чтобы полностью сахар растворился. Итак, дорогие друзья, время идет. Прошло 45 дней, недавно, которые нам казались вечностью. Помните эту баночку? Это банка с клубничной наливкой, которую я поставил на 45 дней. Все 45 дней я каждое утро и вечер подходил к банке и делал вот так, чтобы быстрее растворился сахар. Сахар растворился примерно за 3-5 суток. И все равно я продолжал утром и вечером все 45 дней размешивать саму настойку. Ну, наконец-то настал долгожданный день, когда можно будет поставить эту банку на стол и посмотреть, что в ней есть. Видно, что клубника плавает, сахар сейчас отсутствует. На вид мутная жидкость. Ну, будем смотреть, что творится внутри. В общем, вы помните, я настойку делал на собственном самогоне. Конечно, не на простом самогоне, а на двойной перегонке на 45-процентном продукте. В общем, запаха самогона нет от слова вообще. Очень резкий запах клубники. Сейчас вот даже открыл банку и уже во всей комнате резкий запах клубники. Ну что, нужно будет теперь это все отфильтровать. Всю эту банку вылить в кастрюлю, которую я уже подготовил. И чтобы в качестве фильтра я сделал обычный душлаг. На него еще душлаг сито. Обычный душлаг, потом сито, душлаг. И еще вдобавок 4 слоя марли сделал. Это значит, получается грубая очистка и плюс сразу еще будет тонкая очистка всей этой настойки. Переливаем банку в кастрюлю. Саму клубнику эту я буду выкидывать. Но читал информацию, что эту клубнику можно будет использовать в качестве каких-нибудь десертов. Ну, ее может использовать каждый по своему желанию. Кто куда. Я ее буду лично выбрасывать. Очень запах клубники. Резкий прям. В общем, сейчас я всю банку профильтрую через свой фильтр. И потом содержимое, когда уже вся наливка будет в кастрюле, я с кастрюли всю наливку отправлю в банку, уже подготовленную банку для уже чистого продукта. Я ее через воронку заново пропущу и в воронку вставлю также ватный фильтр, чтобы в третий раз еще очистить уже готовый продукт по полной. Забыл вам добавить, что очень удобно, когда процеживаешь через марлю, используешь марлю в качестве фильтра. Очень удобно, когда она вот... Жидкость слилась, а сама клубника и ягоды любые остались в марле. Можно также взять ее и как в качестве груши ее отжать. Она будет намного быстрее. Конечно, можно было просто подождать, пока она все стечет, но это, конечно, очень долго. А так ее можно будет прям отжать. Все стекает очень быстро. Да, запах, конечно, очень мощный. Примерно градусы здесь будет 25-27, где-то примерно так. Измерить как любую другую самогонку или там спирт не получится, потому что здесь совсем другая плотность и любой спиртомер или виномер будет показывать 0 градусов из-за особенной здесь плотности самого напитка. Но я считаю, что не настолько важна именно сам градус этого напитка. Главное, его вкус, запах и наслаждение, когда его употребляешь. Можно, конечно, до последней капли отжимать. Так, получилось у меня уже около 5 литров 3 бутылочки по литру, банки полтора, ну и здесь полбаночки пол-литровой. Все я процедил, все я профильтровал, сделал двойную фильтрацию через марлю и пропустил еще через воронку, в нее вставлял ватку, ну, ватный фильтр, ватный диск и два раза пропускал через эту воронку. Первый раз было с мутью, второй раз уже получилось намного чище. И все, вот результат на лицо. Можете посмотреть, какого она цвета получилась. Красная, ярко-красная, насыщенная, без какой-либо мути. аромат. Аромат прям из разряда зашкаливает. Очень яркий, яркий клубничный аромат. Ну, уже на дегустацию я маме дал попробовать. Очень довольна. Очень вкусный, приятный напиток. Но лучше всего его сейчас поставить, законсервировать и поставить на 2-3 месяца, пускай он постоит, ну, где-нибудь в подвале, там, или еще в каком-либо месте, чтобы он отстоялся, настоялся, насытился и набрался еще больше вкуса, аромата. И как раз впереди у нас Новый год. 2-3 месяца, и уже будет конец осени, можно будет уже его употреблять. Конечно, можно и сейчас его пить, но лучше всего его пить долгими зимними вечерами. Ну, или как под Новый год, угощение для женского пола. В общем, кому понравилось, кому был интересен и полезен мой рецепт, можете поставить лайк, колокольчик, у меня дальше впереди будет много чего интересного. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok